Полотна в духе соцреализма и чувственные светлые пейзажи. Николай Шейн сумел совместить в своем творчестве несовместимое, советскую реальность и собственный тонкий внутренний мир. Его выставка «Белый свет» разделена на два зала. В первом – картины, которые он писал по заказу. Ключевая – бригада коммунистического труда Агафонова «Станкозавод». Во втором зале – пейзажи, написанные для души на берегу Волги и в Самарской Луке. В них есть что-то детское, настолько нежное и с любовью Шейн писал «Родной край». Я очень люблю эти работы и хотела бы, чтобы, конечно, сюда как можно больше людей пришло и посмотрело. Потому что дядя Коля Шейн этого достойно. Перед смертью художник попросил друзей открыть в Самаре музей его имени. Этого сделать не удалось, но в 1988 году друзья организовали выставку в отделении Самарского союза художников. Благодаря им большая часть наследия Шейна оказалась в художественных музеях Самары и Тольятти. Я очень рада, что вот такая история сейчас происходит на наших глазах. И гости, которые приезжают сейчас специально на выставку Поленова, обязательно придут и в залы Николая Федоровича Шейна. И откроют для себя, если кто не знает, величайшего живописца, который, в общем-то, работал на нашей родной Самарской земле. У Шейна какое-то свое чувство ритма, вот уникальное. И он очень сильный колорист. То есть многие любители думают, что это просто, да, это такая детская живопись. Нет, это абсолютно не так, это выверенная, очень точная полотна. Это абсолютно профессиональная живопись, качественная и со своим миром. То есть стиль Шейна не спутаешь ни с кем. Картины светлые, картины такие пропитаны жизнью, жизнью какой-то Самарской вот Волги. Выставка картин Николая Шейна «Белый свет» продлится до 1 мая. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События.